В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Праздничным партнером нашей программы является компания Фаербах. Огромный ассортимент пиротехники «Европейское качество» – подарки каждому покупателю. Ракеты, фонтаны, петарды, батарей, салютов и хорошее настроение вы можете приобрести в магазине «Фаербах» на парковке у торгового центра «Премьер». И вот некоторые темы этого выпуска. Более 8 тысяч подписей рязанцы выступают за восстановление в должности врача-кардиодиспансера. Жемчужина края утопает в нечистотах. В Солочи очередной прорыв канализации. Когда тарифы ЖКХ выходят за пределы, с большими цифрами столкнулись жители области. И во вторник отметили Всемирный день Битлз. Неожиданный оборот набирает скандал вызванной публикацией в ряде СМИ видеоролика с участием сотрудников областного кардиологического диспансера. Напомним, в СМИ появилось видео праздничного застолья медиков в рабочее время. Ролик снял пациент, возмущенный тем, что врачи заставляют ждать людей в очереди. Видеобанкеты распространили СМИ. Автор комментирует, что медперсонал решил отметить Новый год в разгар рабочего дня. На публикацию в Министерстве здравоохранения Рязанской области отреагировали жестко. Заведующий отделением Галина Лазарева была уволена с должности. Всех увидели, всех посмотрели. Будет оправлено, когда нужно. Между тем, врача с 30-летним стажем работы и заслуженного кардиолога России в Рязани знают, как опытного и внимательного специалиста. То, что заслуженных врачей Российской Федерации просто так не дают. 30 лет в отрасли без перерыва просто так не работают. Я даже смотрю, что из других регионов пару случаев было, когда реально люди не находили другого специалиста в своих областях. И приходилось обращаться за консультацией Натальи Натальи. Возможно, именно поэтому увольнение медиков вызвало в социальных сетях не меньший резонанс, чем сам ролик. Большинство рязанцев считает, что врачам было достаточно объявить выговор, но никак не увольнять их. В интернете даже появилась петиция, автор которой призывает восстановить Галину Лазарева в должности. На данный момент в своей подписи поставили более 8 тысяч резонцев. В течение этого времени провести полноценную проверку тех данных и утверждений, которые были изложены в видео, я считаю, что было нереально. Более того, я знаю из первых рук, что такого проведено не было. Я точно знаю, что на момент съемки и публикации этого видео, а также решение об увольнении, Галина Николаевна находилась в официальном отпуске. Интернет-пользователи, как всегда, разделились на два лагеря. Одни ругают врачей, другие высказываются мягче. Увольнение – это перебор, по мнению многих. Врач-человек, естественно, хочет выпить, пусть делает это вне рабочего времени. Это касается не только медиков, а все работащее население. Но пожурили и хватит. Специалистами бросаться не стоит. Их и так немного. Автор видел, за собой бы лучше смотрел. Будешь теперь к этим же врачам в платный центр ходить. Минус 4 врача равно плюс 300 человек к очереди. Одновременно интернет-издание написали о том, что Галина Лазарева намерена восстановиться в должности. В поселке Солоча из строя вышла канализация. В лесу на участке между бывшим лагерем «Юность» и санаторием «Сосновый бор» течет канализационный ручей. Те, кто сюда приезжают погулять в лесу и подышать сосновым воздухом, спешат поскорее покинуть это место по понятным причинам. По информации СМИ, в курортном поселке после новогодних каникул канализация выходит из строя не в первый раз. Как пишет издание «Витсбоку», этой зимой ручей из нечистот течет уже месяц. Устранять аварию прибыли сотрудники водоканала. По их словам, прорыв трубы произошел в двух местах. Раньше обслуживал данный участок системы водоотведения – санаторий «Сосновый бор». Но из-за затянувшейся истории банкротства учреждения, ответственного хозяина за подобное ЧП здесь попросту не было. Кстати, технология, по которой сотрудники водоканала ремонтируют прорыв, является коммунальным аналогом аппарата Елизарова, который широко используют в медицине для длительного скрепления костной ткани. Туристам, отдыхающим и местным жителям остается надеяться, что на этот раз хирургическая операция на трубах пройдет более успешно, и подобные аварии здесь больше не повторятся. Процесс оплаты коммунальных счетов зачастую сильно бьет по карману. Особенно сильно это заметно, если электричество кто-то ворует. В Рязани такие случаи уже были. На Московском шоссе в одном из домов была подключена трехфазная розетка. Слесарь и электрик местного ТСЖ решили подработать и подключили сварочный трансформатор. Финансовые расходы повесили на общедомовые нужды. Теперь, похоже, ситуация происходит в Рязанской области. Подробнее Валерий Седов. Никогда такого не было, и вот опять случилось. Деревня Ровная, 23 километра от Рязани. Здесь жителям многоквартирного дома номер 6 по улице Школьной пришли огромные счета за потребление электричества. Места общего пользования еще плюс 53 киловатта. У нас вот три подъезда. Светят в них только по одной лампочке. И то мы их то включим, но регулярно смотрим, как-то экономим. Энергосберегающие лампочки висят. Так что откуда у нас все это взялось? Цифры в платежном документе за электроэнергию оказались сильно завышены. Как за квартиры, так и за общедомовые нужды. За декабрь три энергосберегающие лампочки на весь дом нажгли электричество на 1400 киловатт. Что уж и говорить о квартирах, где цифры округляют в большую сторону. Например, электричество набежало на 53 киловатта, а компания округляет до 60. Да и сама причина появления подобных завышенных показаний тоже не ясна. Здесь живут пенсионеры, у кого за пенсию вообще 8 тысяч. Они экономят до такой степени, что они свет вообще не включают. Сидят в темноте и вдруг такие вот платежи. Жители дома подозревают, что кто-то из собственников подключил свою квартиру не к индивидуальному, а к общедомовому счетчику. Тем более сделать это было очень просто. Еще до Нового года буквально вот этот счетчик был открыт, снят замок с него. Мы неоднократно звонили туда, чтобы приехали, проверили, что там у нас. Ну, кто залез, кто знает. Нам сказали, да, будем, мы приедем. Вот прошел месяц, никто не виделся. А я еще сказала, подождите, посмотрим, что они нам предъявят. Вот они нам принесли. Подобные прецеденты бывали и раньше. Но если в прошлом приезжали электрики и отключали нарушителям электричества, то теперь управляющие компании просто перестали реагировать. Жители дома оплачивать счета не спешат. Говорят, что хотят вначале во всем разобраться. Но такое промедление может повлечь за собой новые проблемы. Начнет капать пени. И сумма может сильно увеличиться. Жители дома обращаются в различные инстанции. Однако это не приносит результата. Глава администрации Семеновского поселения сразу заявил, что подобные проблемы не имеют к нему никакого отношения. Это не ко мне вопрос. Вы должны разбираться с платильщиком, не со мной. Я им не поставляю ни арене, ни арене, ничего. Вы понимаете? Вот если я собственник в деревне, у меня свой дом есть. Вот тут я отвечаю сам. Однако эксперты заявляют, что отчаиваться не стоит. Выход есть всегда. У нас есть соответствующая жилищная инспекция, которая может заниматься проверками. Есть энергонадзор. То есть в Рязанской области есть структуры, которые признаны в том числе защищать права потребителей коммунальных услуг. В данном случае в сфере оказания услуг электроснабжения. Обращение в эти государственные органы может помочь решить жителям дома эту проблему. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов, Роман Вихров. Телекомпания «Город». Полицейские предупреждают. Злоумышленники нередко совершают хищение, проникая в дома и квартиры под видом сотрудников социальной или газовой службы. Так, в декабре прошлого года сотрудники полиции раскрыли кражу, совершенную из дома пенсионера под прикрытием обхода газовщиков. Тогда в полицию обратился 79-летний житель села Заокское, который сообщил, что из его жилища похитили сбережения. По мнению пенсионера, к краже может быть причастна незнакомка, женщина, которая недавно под благовидным предлогом заходила в его дом на пару минут. Сразу же после визита незнакомки пожилой мужчина заметил, что деньги из импровизированного тайника в комнате пропали. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что злоумышленниц было две. Они установили их личности и задержали подозреваемых в Рязани буквально через пару часов после совершения кражи. Ими оказались Рязанки 55 и 20 лет. За время расследования они пытались запутать полицейских, выдвигая разные версии произошедшего. Мы постучались, и дед самовольно открыл нам дверь. Самовольно. Мы начали спрашивать насчет квартиры. Но он как-то глуховатый дед. Ну, он там что-то объяснил. Он говорит, идите, посмотрите, какой ремонт у нас. Это, как его, банна? Ну, я взошла. Взял эти деньги. В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Полицейские предполагают, что от деятельности злоумышленниц могли пострадать и другие пожилые люди Рязанской области. Сотрудники УМВД просят внимательно рассмотреть фотографии женщин и видеофрагмент беседы с одной из них. Просьба ко всем, кто пострадал от действий злоумышленниц, обратиться в полицию по телефону 49 12 28 90 02 или 02. В 2017 году были зафиксированы случаи, когда Пенсионный фонд был вынужден отказывать людям в назначении страховой пенсии по старости. Произошло это из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. Об этом рассказал в интервью российской газете министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. В трудностях расчета пенсионных начислений решил разобраться мой коллега Валерий Седов. Каждый год в Рязанской области в среднем назначается свыше 15 тысяч новых пенсий. Большая часть из этих выплат – страховая пенсия по старости, претендовать на которую может практически любой гражданин, за исключением льготной категории. Правда, для этого должны быть выполнены основные условия. Требуется уже и возраст пенсионной женщины 55, мужчины 60 лет. Требуется страховой стаж. Третье условие, которое было введено – это необходимое количество баллов пенсионных, которые должен заработать человек в процессе всей своей трудовой деятельности. Зарплата в конвертах – так называемый фриланс для борьбы с теневым сектором экономики. И была изменена сама суть пенсионной формулы. Основная цель всех вот этих пенсионных новаций, которые происходят в нашем обществе, они связаны именно нацелены на то, чтобы гражданин, начиная свою трудовую деятельность, уже сам относился более осознанно к формированию своих пенсионных прав. И прежде всего понимал, что если у него не будет заработка, значит, у него будет право на пенсию. Или если у него будет серая заработная плата, то часть заработной платы будет он получать в конверте, на которой не будут начисляться страховые взносы, то, соответственно, он потеряет в пенсионном обеспечении в будущем. Чтобы претендовать на страховую часть пенсии, в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа и почти 14 пенсионных баллов. Эти цифры будут расти вплоть до 2025 года, то есть до окончания самой реформы. Через 7 лет будет необходимо иметь 30 баллов и 15 лет трудового стажа. Однако возникает вопрос, что будет, если хотя бы одна из этих цифр не будет соответствовать показателю? Понятно, что тогда у гражданина есть право выбора какого. Или он дорабатывает и зарабатывает недостающие вот эти трудового страхового стажа и пенсионного балла. Или прекращает трудовую деятельность, но живет без пенсионного обеспечения. И только по истечении еще 5 лет мы ему назначим так называемую социальную пенсию. Специалисты поспешили успокоить. Статистика подобных случаев ничтожно мала. Так, в 2017 году из почти 15 тысяч обращений за назначением пенсии было отказано чуть более сотни обратившихся. Показатель меньше 1%. Причина все та же. Нет достаточного стажа или количества пенсионных баллов, которые начисляются именно с белой зарплаты. Так что подобная участь может коснуться только тех, кто работает нелегально, не платит налогов, и за кого работодатель не начисляет страховые взносы в пенсионный фонд. Узнать о том, сколько баллов уже заработано, можно на сайте Госуслуг и Фонда пенсионного страхования. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». День ледовара традиционно отмечается в самый холодный зимний месяц – январь. Поздравления принимают и работники ледовых арен, и любители, которые заливают катки во дворах. Эта дата была выбрана не случайно. Именно 16 января в 1901 году родился американский инженер, который изобрел ледовый комбайн для восстановления льда на катках. Зеркальная идеально гладкая поверхность ледовых арен в любое время года. Когда-то об этом могли только мечтать. Сегодня это реальность, которая стала возможной благодаря развитию современных технологий. Сейчас так называемый процесс варки льда состоит из ряда этапов. Сначала на протяжении нескольких дней подготавливается бетонная поверхность, температура которой с помощью специальных установок понижается до минусовых значений. На нее начинает наращивать слой льда, наливается вручную шлангом до определенной толщины. И только после того, как толщина льда достигнет порядка двух сантиметров, на арену выходит, а точнее выезжает изобретенный в середине прошлого века ледозаливочный комбайн. С течением времени конструкция этой чудо-машины совершенствовалась, однако принцип действия не менялся. Именно благодаря ей удается добиться идеально ровной поверхности ледовой арены. Она срезает тонкий слой льда, прям совсем небольшой, и заливает его водой сверху. Вода чуть-чуть приплавливает лед, и он становится ровным. В данном случае мы видим кондиционер. Его устройство довольно просто. Внутри находится нож и шнеки, которые собирают срезанный снег. Михаил обслуживает ледовую арену Дворца спорта Олимпийский уже на протяжении шести лет. Так что, можно сказать, он заливщик льда со стажем. Михаил отмечает, что работа эта требует определенного опыта и сноровки. Ведь именно тот, кто управляет ледозаливочным комбайном, решает, какую толщину льда срезать и каким количеством воды его залить. Вообще здесь очень много тонкостей. Имеет значение даже качество воды, которой заливается арена. Вода должна быть фильтрованная, тем самым поддерживается яркость льда, яркость разметки. И сама структура льда определенные свойства имеет. Это как конек едет по льду. Конечно, на любой ледовой арене все внимание приковано к спортсменам. Однако для успешных выступлений важны не только их мастерство, но и качество ледового покрытия. В первую очередь оно влияет на безопасность. Ведь любой скол или небольшая трещина может стать причиной травмы спортсмена. Также от качества льда зависит быстрота скольжения и даже траектория движения шайбы, которая может сыграть решающую роль в хоккейном матче. Очень часто это бывает. И многие любители хоккея в трансляциях видят такие моменты, когда шайбы непроизвольные по непредсказуемой траектории уходят не в ту зону, куда планировалось. Это происходит в какой-то неожиданный момент, который приводит к плачевному результату для той команды, которая пропускает этот гол. На арене Дворца спорта Олимпийский таких ситуаций не бывает. Работают здесь настоящие профессионалы, которые обеспечивают высокое качество льда. За это им искренне благодарны спортсмены, которые здесь тренируются. В их числе хоккеисты хоккейного клуба «Рязань». Ведь можно сказать, что ледовары также внесли свой вклад в их победы. И сегодня, принимая поздравления с профессиональным праздником, они продолжают выполнять свою работу, важную как для спортсменов, так и для простых любителей катания на коньках. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И 16 января ежегодно отмечается Всемирный день Битлз. В Рязани немало ценителей творчества «Ливерпульской четверки». А местные музыканты даже назвали группу в честь создателя и вокалиста «Битлов» Джона Леннона. Битлз навсегда. Слова из их песен известны сегодня каждому. Поклонники чествуют легендарную группу. 61 год назад музыканты впервые выступили в Ливерпуле и с тех пор будто навечно завоевали сердца людей. Эти песни чистые и честные, настоящие. Они зажигательные, они душевные. Рязанская группа «Джон Лемон» названа в честь вокалиста «Битлз». И хотя вдова Джона Леннона Йоко Оно через суд добилась запрета на продажу одноименного лимонада, который выпускает польская компания, рязанцы название группы менять не планируют. Джон Лемон – лимонная газировка имени Джона Леннона, Эппл Маккартни – яблочная газировка имени Пол Маккартни, Джордж Пиерсон – грушевая газировка имени Джорджа Харрисона и Манго Стар – манговая газировка имени Ринго Старо-барабанщика. Сейчас «Битлз» занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен, а также в сердцах поклонников, ведь годами их становится только больше. И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте горд62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра. Желаем хорошего завершения дня. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр» поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района. Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция – скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый Год Информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей, будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ «Премьер», павильон на парковке. Павильон на парковке.